здравствуйте уважаемые слушатели надеюсь слышно меня хорошо напишите пожалуйста в чате что все нормально со звуком и изображением поставьте плюс мы уже выработали какие-то способы общения при проведении вебинаров все как-то активно участвуют и слушатели и лекторы и поскольку эта форма общения стала частой мы уже теперь систему условных обозначений выработали опробировали несмотря на то что сегодня пятница вечер и надо бы отдыхать мы с вами попробуем поговорить о логопедическом обследовании и это последний вебинар в серии вебинаров посвященных логопедическому обследованию вообще я напомню что мы говорили о произносительной стороне речи грамматическом строе и словарном запасе сегодня говорим о словарном запасе таким образом мы посвятили три встречи логопедическому обследованию устной речи впереди у нас еще обследование речи письменной мы будем говорить в следующих вебинарах обследование чтения и письма и приглашаю родителей специалистов присоединяться к нам послушать какую-то может быть полезную информацию на эту тему а сегодня логопедическое обследование словарный запас как логопед оценивает словарный запас ребенка напоминаю то логопедическое обследование может быть разным она может быть коротким или развернутым длинным задачи на этих обследованиях немножко отличаются на коротком обследовании мы обычно решаем задачу быстрой оценки ну то есть скринингового такого просеивания большого количества обычных детей для того чтобы понять сделать вывод на вскидку о том может ли быть речевое нарушение у ребенка для того чтобы оказать ему помощь мы должны получить больше информации о состоянии речевой системы и в этом случае обследование будет развернутое в зависимости от того какие мы обнаружим дефициты в речевом развитии ребенка мы наметим какие-то ориентиры в коррекционной работе все что вы слышите на вебинарах этих посвящено все же обследованию достаточно длинному когда у логопеда достаточно времени чтобы оценить речевую систему и так разные цели но замечу это вот для родителей мне кажется очень важно потому что поскольку сейчас никто не может обязать родителя пройти логопедическую диспансеризацию очень важно чтобы он сам понимал а в какие критические возраста необходимо посетить кабинет логопеда для того чтобы убедиться что все в порядке это 357 лет второй класс обязательно если вас что-то беспокоит вы можете прийти в любое время но это критические точки речевого развития когда мы можем сделать выводы о том что есть какое-то неблагополучие итак мы говорим сегодня об оценке словаря когда мы оцениваем словарь ребенка перед нами стоит по сути две задачи количественная и качественная оценка что такое оценка количественная это объем словаря под для того чтобы сделать вывод о том что у ребенка есть речевое нарушение недоразвитие речи да то есть речь отстает от темпу от речи сверстника мы для того чтобы написать что словарь ребенка не соответствует возрасту ну то есть он просто знает меньше слов мы должны каким-то образом вот этот вот объем словаря оценить вот это и называется количественной оценкой какие для этого используются приема мы сейчас узнаем качественная оценка позволяет понять а в каком состоянии находится этот словарь ну насколько упорядочена упорядочен словарный запас ребенка какова лексическая системность отношения между словами лежит ли каждое слово на собственной полочке с которой это слово легко достать в случае необходимости и так количественная и качественная оценка две основных задачи мы обращаем внимание на количество и состав словаря собственно всех частей речи вот сравнение различных частей речи между собой да в словаре ребенка дает нам дополнительную информацию о том имеется ли какая-то речка речевая трудность и характер ну допустим как вы считаете за счет какого словаря существительных глаголов или прилагательных происходит прежде всего обеднение речи ребенка вот если словарь не богатый то каких слов будет меньше по сравнению со сверстниками существительные глаголы или прилагательные без чего в обиходе в общении в быту можно было бы обойтись за счет чего происходит обеднение если у вас есть ответ да конечно вот уже появились первые ответы прежде всего за счет прилагательных то есть можно обойтись без красивости в речи и этого будет достаточно для какой-то бытовой коммуникации но при этом мы не сможем сказать что речь красивая богатая разнообразная там и так далее и так прежде всего обеднение за счет словаря признаков кроме того ребенок может демонстрировать некоторую глагольную слабость вот глагол является таким организатором речи он организатор синтаксической структуры структуры предложения это как будто паровоз на которой нанизываются вагончики да он тянет весь состав благодаря наличию глагола его легкой актуализации до развертывается вся синтаксическая структура предложения и наверняка вы слышали детские рассказы когда у вас создавалось ощущение что ребенок не очень хорошо говорит он составляя рассказ пользуются исключительно существительными есть серия картинок на которые он смотрит и он называет только существительные которые изображены на картинке да он называет их в нужной последовательности это те самые слова но при этом у нас нет ощущения цельности и связности высказывания красивого монологического текста и так сравнение существительные глаголы прилагательные это очень важный аспект в оценке словаря давайте поговорим об основных параметрах оценки словаря объеме количественной оценки и системности качественной оценки объема словаря как понять что словарь бедный что слов мало пересчитать их все совершенно невозможно поэтому в логопедическом обследовании применяют различные но порой довольно изящные способы оценки количественной составляющей и они зависят от возраста ребенка вот и уровня речевого развития несомненно давайте представим себе если к нам на прием приходит маленький ребенок он не очень охотно идет на контакт с чужим взрослым конечно установление контакта это важная составляющая на обследование но все же мы понимаем что чем младше дети тем сложнее бывает взаимодействовать им со взрослыми в течение этого непродолжительного все же обследования мы не всегда можем услышать ну хоть какой-то достаточный для принятия решения набор слов от ребенка поэтому в раннем возрасте применяют методы оценки количественной которые в общем для нашей страны достаточно новые они существуют на западе в течение длительного времени но к сожалению принятие любой методики и перенос ее в другой язык требует чтобы тщательно был подобран речевой материал то слово которое предлагается в методике в английском итальянском французском не всегда подходит для русского языка она там допустим является редко встречающимся малоупотребительным да поэтому любой речевой материал нельзя просто перевести его необходимо опробировать подобрать вот таких методов оценки стандартизированных методов оценки речевой системы ну и словаря в частности у детей маленьких не так много но надо сказать что в последнее время появился например макартуровский опросник русская его версия суть этой методики состоит в том что опрашивают собственно не ребенка а родителя родитель должен отметить те слова в этом опроснике которые они слышали в устной речи своего ребенка слова эти подобраны специальным образом они составляют основу остов формирующейся речевой системы и благодаря тому что произошел такой отбор слов которые действительно наиболее часто появляются первыми в речи ребенка опросник является достаточно чувствительным для детей раннего возраста если же мы говорим о дошкольники ну стоп пусть сегодня разговор будет в основном сосредоточен вокруг старших дошкольников и младших школьников если мы говорим об этом возрасте то естественно этот возраст позволяет нам пообщаться с ребенком и услышать от него достаточное количество речевой продукции как же оценить объем словаря большой он или нет для этого обычно используют слова разной частотности для дошкольников и для младших школьников это обычно разные наборы слов каждый автор автор собственной методики предлагает свой набор слов но принципом отбора является наличие такой периферийной частотности то есть это слова которые не являются уж прям обиходными да но однако же они могли бы быть в речи ребенка мы ожидаем что они не очень частотны то есть не очень часто встречаются вообще в речи детей этого возраста но мы ждем что ребенок все же должен их знать то есть это не название предметов которые окружают их в быту или часто используется а используется несколько реже они называются малочастотными словами вот стандартизированных методик оценки объема словаря опробированных методик не так много к сожалению в россии но все же они есть стандартизированные методики отличаются от всех остальных точно описана диагностическая процедура вы можете эту методику приобрести прочитать увидеть что совершенно точно вы знаете что делать какая инструкция дается ребенку какие стимулы ему предъявляются и есть опробированная шкала оценки то есть автор методики пробовал ее проводить на детях и знает как обычно выполняют эти задания дети данного возраста и предлагает вам свою шкалу оценки вот это есть суть стандартизации привожу пример такой методики которая прошла апробацию которая является действительно стандартизированной эта диагностика речевых нарушений школьников методика охотина и фатековой недавно было переиздание это наверное самый такой полный вариант последний как их следует объем словаря при помощи малочастотных слов посмотрите вот вы видите пример такого обследования ребенку предлагаются картинки и просят назвать что изображено на картинках довольно часто приходится слышать что ребенок вместо слова которое нужно употребить в этой ситуации да употребляет другое то есть происходит вербальная замена либо он не называет слова отказывается от номинации мы ожидаем например что младшие школьники будут называть слова которые изображены на картинках соответствует предметам изображенным на картинках вот такой вариант предлагается на устном обследование это не все слова малочастотные которые будут предложены это часть набора до несколько шире вся линейка но все же это примеры и становится понятно какого рода какой частоты встречаемости вы видите слова это задание сам тип задания хорошо предлагать и для фронтальной оценки то есть если вы специалист логопед да то есть какие-то части в логопедическом обследование которые удобно ложатся на фронтальное обследование для экономии времени для того чтобы опять же проводить скрининги отсеивать детей которые могут быть неблагополучны с точки зрения объема словарного запаса можно предлагать например вот такие варианты когда если это школьники школьный возраст вообще позволяет некоторые вещи делать достаточно быстро конечно взрослые дети если это пишущие дети вы предлагаете линейку где какие-то раздаточные листы где ребенку нужно подписать то что он видит на картинке часть этих предметов вы видели в предыдущем в основном варианте это например в данном случае письменный вариант исполнения то демонстрирует школьники на обследование в результате посмотрите они либо называют слова не точно неверно происходит вербальная словесная замена либо отказываются от называния при возникновении вербальных замен вот здесь мы во первых делаем вывод о том что это слово конкретно это слово нужно вероятно отсутствует в словаре активном словаре ребенка и во вторых мы можем проанализировать то есть мы получаем дополнительный материал можем проанализировать что собственно он называет вместо нужного слова то есть характер этой вербальной замены и характер замены действительно имеет значение есть дети которые допустим чаще демонстрируют так называемые вербально перцептивные ошибки когда слово которое предлагается ребенком она обозначает предмет зрительно похожий иногда входящий в эту семантическую группу то есть например в группу посуда да вот как например с друшлаком сковородка иногда из иной семантической группы то есть здесь преобладает уже перцептивные замены когда мы смотрим на лампу ну допустим настольная лампа там определенной формы да она похожа на грипп и ребенок не до конца анализирует ситуацию и говорит грипп пишет да например это слово или устно отвечает при этом у этого гриба торчит шнур да с вилкой на конце которая втыкается в розетку и совершенно очевидно что это иной предмет то здесь произошла перцептивная ошибка слова взятые с другой группы скрепка посмотрите булавка и скрепка внешне конечно похоже иногда дети говорят иголка и здесь мы видим такую фрагментарность может быть иногда они говорят скрепка и внешне действительно сходство есть то есть мы анализируем еще и характер этих ошибок и так у каждого автора методики логопедического обследования их действительно много есть свои предложения относительно набора малочастотных слов которые предлагаются для называния детям разного возраста вопрос только в том опробировал ли автор те стимулы которые он включил в свое обследование это не всегда так не то чтобы это очень страшно потому что логопед который пользуется методикой накапливает постепенно собственные опыты он знает что скажем ну вот этот стимул не очень удачный я его удалю а вот эти вот хорошо отрабатывают свою функцию они остаются может быть включение каких-то дополнительных стимулов здесь уже логопед пытается самостоятельно методику доработать это ну обычная практика в этом страшного ничего нет хотелось бы конечно иметь стандартизированные методы больше их иметь так как это на западе есть но к сожалению на сегодняшний момент у нас ситуация такая как еще помимо малочастотных слов оценить объем словаря объем это собственно такая общая характеристика да нам важно еще понимать насколько ребенок способен актуализировать тот словарь который у него есть и что нам тут поможет и оценить объем и возможности быстроты называния быстроты актуализации вытаскивание из себя слов тест на ассоциации свободные или направленные что такое свободные ассоциации ребенку дают задание называй любые слова при этом засекают например минуту и анализирует а сколько он способен выдать вообще слов в течение минуты насколько он легко переключается от одного слова к другому насколько он продуктивен нет ли у него повторов бывает ведь такое что ребенок очень медленно называет слова малая продуктивность им демонстрируется за минуту например ну назвали там и три слова пять слов да да еще начинаются повтор то есть он не может переключиться к следующему слову он персеверирует предыдущие когда мы просим назвать растения или назвать действия мы немножко усложняем программу и фактически заставляем ребенка работать внутри одного семантического поля мы задали какие-то границы и предлагаем ему ну любые растения сколько он сможет в течение минуты назвать во-первых объем а во-вторых поскольку мы задали тематическую группу мы наблюдаем а насколько он способен придерживаться этой группы и понимает что необходимо правило соблюдать что он относит к этой тематической группе держится он внутри одного узкого коридора называя ну например овощи и фрукты которые с ним заучивали до на логопедических занятиях в многочисленных пособиях мы это наблюдаем или он понимает что растения это и деревья и кусты да и трава и цветы и огородные какие-то растения там и так далее то есть для него это такая более широкая группа называть действия вот я говорила вам о том что сравнение словаря глагольного и словаря существительных дает нам много достаточно информации для понимания того в каком состоянии речь насколько легко она будет разворачиваться потому что если словарь глаголов обеднен то связного высказывания красивого получить скорее всего не удастся у этого ребенка и здесь мы имеем возможность сравнить две группы две направленные ассоциации растения и действия существительные и глагольную лексику посмотреть как ребенок себя ведет на глаголах очень часто дети начинают повторяться демонстрируя например допустим приставочный способ образования когда они взяли один глагол и дальше они начинают превращать этот глагол да ну собственно тот же самый прибавляя к нему разные приставки это тоже такая склонность к застреванию трудности переключения с одного слова на другое это устные задания да возможно еще использование допустим задание которые выполняются в письменном формате и опять же для скринингов для школьных например скринингов это очень удачный вариант возможно его проведение и в дошкольных учреждениях детских садах для старших дошкольников единственное что они конечно не смогут подписать то что они нарисовали инструкция такая ребенку дается лист а4 карандаши и предлагается нарисовать любые растения нарисовать для чего нам это нужно интересно каким образом ребенок будет передавать зрительные признаки этого предмета вот между словом как знаком до ярлычком для обозначения конкретного предмета и предметом существует тесная связь почему задерживается формирование лексических лексической системы это на самом деле большой вопрос и вполне возможно что у ребенка есть не только речевой но и зрительный дефицит если ты не если у нас не сформировалась зрительная схема предмета то есть предмет как набор неких типичных признаков то и номинации этого предмета не будет вот это вот очень важно связь между зрительными функциями и речевыми логопеду тоже интересно посмотреть и тут мы можем одновременно и проводить скрининг и смотреть и зрительные и речевые функции в каждой клеточке 8 клеточек в листе он кладется в горизонталь нужно нарисовать какое-нибудь растение если ребенок умеет писать подписать название если не умеет детский сад мы предлагаем ему назвать так и мы подходим и записываем это название вы видите здесь рисунок нормально развивающегося ребенка что здесь мы можем заметить но достаточно разнообразная номинация здесь есть и роза и дуб трава береза колокольчик астры ромашки ну с липой конечно не очень хорошо получилось было видимо уже сложно но что-то такое вот она изобразила в принципе все признаки зрительные читаются хорошо если береза то вот эти вот черные отметины на белом стволе совершенно четко приводит нас к пониманию того что это береза если нас бы спросили что это такое мы ответили бы ну практически теме с теми же самыми названиями которые здесь использовала девочка не очень хорошее изображение я уже пыталась немножко сделать его более там ярким контрастным и так далее к сожалению на оборотке ребенок рисовал но мне этот пример нравится тем что на нем очень хорошо видно речевые трудности ребенка и одновременно не очень отчетливые зрительные представления о том как выглядит этот предмет обратите внимание вот здесь есть цифры которые стоят в этих клеточках это стратегия заполнения листа каким образом ребенок заполнял лист для педагога который занимается нарушением письма и чтения у детей это тоже еще один интересный такой показатель который позволяет обратить внимание просто взять на заметку тех детей которые не показывают лево-правого сканирования перцептивного поля то есть как бы заполнял этот лист взрослый он бы сначала там где стоит цифра 5 левый верхний угол сначала бы заполнил его и дальше двигался построчно сначала верхний ряд потом нижний ряд вот здесь этого нет иногда дети заполняют хаотично пространство листа иногда строго в обратную сторону эти дети подозрительны в плане того каким образом они будут ориентироваться на листе бумаги то есть какого их зрительно-моторной координации каким образом они будут прослеживать пространство строки вы видите здесь довольно однообразные номинации ребенок быстро застрял на однотипной номинации цветок и дальше менялись только признаки до начиная с 5 разноцветный цветок простой цветок голубой цветок и еще один цветок у нас был то есть по крайней мере из 8 4 повтора у нас есть вот здесь мы видим объединенность лексики могут быть иные варианты может быть такое что ребенок демонстрирует довольно разнообразную лексику в том числе малочастотную да ну например там мята щавель это название растений которые далеко не все дети называют не входящие в такой самый частотный круг но при этом посмотрите при таких разнообразных номинациях как выглядит зрительный образ смогли бы вы сказать что это яблоня или отличить щавель от мяты по каким-то признакам вот здесь мы наблюдаем дефицит скорее зрительных функций это тоже нам может быть подозрительно но я хочу привлечь ваше внимание к тому что логопедическое обследование несмотря на то что это обследование речи конечно же мы параллельно затрагиваем какие-то психические функции которые тесным образом связаны с той с тем или иным компонентом речевой системы и так это исследование зрительно-вербальных функций объем словаря мы оценили по возможности называния малочастотных слов по количеству продуктивности свободных и направленных ассоциаций возможности ребенка производить большое количество слов единицу времени и собственно можно еще и оценить и зрительные функции как мы оцениваем лексическую системность это второй важный параметр в логопедическом обследовании что это вообще такое лексическая система это упорядоченность отношений между словами вот в каком случае мы будем легко извлекать значит даже не значение в каком случае мы будем легко извлекать то есть нужное слово нужное для данной ситуации для данного высказывания в том если это слово хранится у нас в нужном месте на нужной полочке мы составляя предложение высказывание да какую-то фразу мы внутри определенного контекста находимся и нам нужно чтобы слово которое мы используем да оно имело самые тесные связи с теми словами которые еще есть в этом предложении то есть мы должны его взять с нужной полки с той полки которая ближе всего к соседям участвующим в высказывании если мы имеем лексическую систему в которой беспорядок в которой невозможно вычленить но какие-то тесные именно смысловые связи между словами да когда формальные связи например или какие-то экстрасигнальные связи составляют конкуренцию связи смысловой вот в этом случае мы конечно будем не точны в использовании слов во-первых мы тяжело будем их актуализировать а во-вторых когда мы будем это делать будут возникать различные ошибки и так как оценивается порядок в лексической в нашем словаре степень сформированности лексической системы для этого существует много способов и применяя разные задания мы на самом деле оцениваем разные аспекты лексической системности я даже наверное не могу сказать что есть тесты направленные на оценку строго какого-то одного компонента мы всегда обращаем внимание на разные параметры но попробую перечислить такие наиболее типичные что ли задания в логопедическом обследовании которые позволяют увидеть эту лексическую систему почувствовать тест дефиниции это тест определений то есть когда ребенка просят сказать что это слово значит вот что мы здесь можем увидеть мы можем понять структуру самого значения слова насколько она вот это значение уже отодвинулась от собственно динатата то есть когда ребенок называет ровно тот предмет конкретный до который вот он видит перед собой когда он начинает понимать что это это слово знак до находится в неких отношениях с другими словами и объясняя значение этого знака он использует еще и связи с другими словами дабы показать в каких отношениях находится это слово давайте приведем пример я немножко нарушу последовательность внутри собственной презентации давайте приведем пример определение слов до которые дают дети объяснение значений кстати говоря вот очень интересная ну интересный материал для логопедической оценки давала в свое время игра которая называлась устами младенца когда дети рассказывали давали объяснение им нельзя было называть конкретное слово взрослые должны были догадаться какое слово они описывают и вот что такое взрослая лексическая система и взрослая стратегия определений это когда взрослый человек слушая легко понимает какое слово имелось в виду что такое определение взрослая слово корова взрослый человек предлагаю определение этому слову отнесет во первых это слово к какой-нибудь категории скажет корова это домашнее животное дальше будут перечислены какие-то признаки которые есть у данного домашнего животного это могут быть вот обычно так происходит это могут быть там что ест дает молоко размер животного наличия там есть на рогов это все признаки несомненно важные и характеризующие слова как понятия но при этом важно что взрослая стратегия это еще и ну как бы не только отнесение к какой-то группе не только перечисление релевантных признаков то есть присущих этому предмету несомненно но еще обычно нахождение какого-то признака который отличает этот предмет от других и это будет ну например в случае с коровой говорит ну или мычит домашнее животное коза тоже домашнее животное которое дает молоко коза тоже дает молоко да и там есть траву баран тоже есть траву и говорит ну вот мы не говорит никто кроме коровы и тут мы точно совершенно решаем что-то вот мы определили слова что делают дети у детей бывают разные варианты определений мы смотрим насколько это взрослые варианты ну вот например корова животное хорошо к некой категории мы отнесли слова ест траву да это релевантный признак без сомнения но отличительного признака нет корова с рогами да нет отнесения к категории есть только признак корова ее пастух пасет некая ситуация до включенность в ситуацию корова молоко дает просто один из признаков которые есть и у других тамошних животных вот таким образом мы смотрим насколько ребенок продвинулся к взрослой стратегии дефиниции и делаем вывод о сформированности значения слова структуре значения словом ой пардон находясь в разных системах вебинарных площадках забываешь как пользоваться каждой из них какой-то момент извините итак это тест дефиниций когда мы анализируем каким образом ребенок встраивает в слово в лексическую систему нам очень важно понимать когда он неверно называет слово да то какие в этом случае преобладают какой характер связей преобладает внутри вот этой лексической системы по какому принципу произошел выбор вот посмотрите эти эту информацию мы можем получить из разных проб в логопедическом обследовании и внутри скажем там называние предметов до малочастотных частотных принадлежащих некой тематической группе вот смотрите ребенок например видит картинку на картинке нарисован виноград он смотрит на нее у него есть трудности актуализации слова никак не может вспомнить какое вдруг он говорит винегрет вот каким образом он вытащил на слово он вытащил слово которое имеет некое звуковое сходство то есть в его лексической системе звуковое сходство не хуже не слабее чем сходство смысловое да то есть внутри попытка найти внутри какой-то семантической группы что происходит дальше он пытается себя поправить он замечает свою ошибку и вместо винегрет говорит ой вишня вот следующее слово которое он подобрал это тоже очень интересно он все равно остался вот это вот звуковая связь осталась еще очень сильной но он сделал поправку на лексическую группу но вишня на эту же букву начали на этот же звук начинается и только с третьей попытки он нашел правильно слова виноград очень интересная цепочка с точки зрения прослеживания силы связей различных между словами внутри системы лексической как еще могут ошибаться какие еще связи могут какие связи может демонстрировать ребенок да когда пытается найти подходящее слово под скворечник да который предлагается ему на картинке и этот между прочим кусочек взят тоже из обследования малочастотных слов называние малочастотных слов в фронтальном обследовании младших школьников что мы видим один из детей пошел по стратегии словообразовательных связей вот они оказались в его языковом сознании очень как бы значимыми да он говорит воробейник что такое воробейник да есть некое отношение к птицам да он выбрал правильный суффикс для называния этого предмета но слово выбрано не точно в данном случае сыграли большее связи словообразовательные между словами да гнездо здесь правильная группа да это жилище на самом деле в котором живет птица но слово гнездо вероятно имеет все же немножко другое значение до гнезда бывают разные по форме и по строительному материалу до несомненно это жилище птицы но в данном случае это другой предмет предмет созданный человеком скворечник дом для птицы которую который сделан человеком и должна быть подобрана было другое слово но вот поскольку порядка в лексической системе нет то мы наблюдаем такую картину такой характер вербальных замен и вот вербальные замены да позволяют нам опять же понять а что происходит лексической системе когда ребенок неверно называет нам слова мы можем проследить различные связи да или он когда подбирает нам какие-то слова там в ассоциациях мы можем увидеть каковы эти связи до в его сознании какие наиболее значимые вот посмотрите связи противопоставления сильный слабый холодный ледяной там синтагматические лает собак то есть связи связи когда одно слово вызывает реакцию да и привлекается другое слово вместе они составляют ну там допустим предложение или словосочетание то есть связь такая линейная непротивительная слово образовательные дерево деревянные или то что мы с вами наблюдали раньше а вот машина-шина эта связь фонетическая вот она вы должна ну как бы сильнее тормозиться уже в взрослом возрасте и наличие таких связей как раз демонстрирую показывает нам что лексическая система ребенка еще не достигла достаточной степени зрелости чтобы можно было ну решать какие-то там задачи связанные со школьным обучением если вместо виноград винегрет и это часто к сожалению это не позволит ребенку хорошо говорить экстрасигнальные то есть плохо объяснимые связи которые вдруг ребенок может показать на логопедическом отследовании что еще может показать нам в каком состоянии лексическая система мы стараемся подбирать такие задания где можно было посмотреть различные отношения между словами каковы могут быть эти отношения принадлежность к определенной категории родовидовые отношения ну например ни для кого не секрет что логопеды часто используют обобщающие понятия на обследование и просят и в ту и в другую сторону это вообще одно из любимых заданий логопедов назови как предметы называются одним словом то есть есть ли сформирована ли обобщенное название категория да и в другую сторону что тоже очень важно насколько ребенок продуктивен в распространении этой группы а назови какие ты знаешь фрукты овощи там и так далее сами по себе эти обобщающие понятия разной степени сложности бывают ну скажем что то мы ждем что сформировалась уже к четырех пяти годам а что-то ожидаем там скорее в начальной школе и опять же наполнение категории зависит от зрелости речевой системы и допустим группа музыкальные инструменты ребенок наполняет довольно долго вот как он там продвинулся внутри этой группы но это скорее вопрос там к младшему школьнику да назови какие ты знаешь музыкальные инструменты что каким образом строится обследование такого рода обычно обычно все же мне при обследовании стараются двигаться от уровня ожидаемого до к уровню несколько ниже то есть скорее обследование строится от сложного к простому почему потому что ну если мы не ожидаем каких-то там серьезных подвохов да и это типичное обследование то если ребенок нам называет например обобщающие понятия головные уборы то мы наверное ну или там близко к этому уровню сложности то мы наверное не будем двигаться в сторону упрощения потому что если есть сложное название то мы сэкономим время и будем считать что здесь в этой части у него все относительно хорошо то есть надо понимать что логопедическое обследование несмотря на то что есть там стандартизированные процедуры оценки она может быть но там довольно развернутым долгим логопед не всегда идет по списку то есть есть некая вариативность и принятие решения по ходу если ребенок показывает хороший уровень в сложных заданиях мы не предлагаем более простые ну вот примеры обобщающих понятий данном случае например главные уборы транспорт это тоже тоже довольно часто спрашивают логопеды в начальной школе одно из таких вот достаточных по уровню сложности понятие которые можно предлагать естественно мы называем все предметы внутри этой тематической группы если может сказать наземные транспорта воздушные транспорты это тоже хорошо ну это несколько проще то что я показываю то зависит от возраста какие понятия обобщающие мы предложим одежда например иногда само понятие бывает не сложно возникает довольно рано но вот есть какие-то маркеры до которые позволяют нам заподозрить все же наличие речевой патологии и например не очень по порядку данном случае их расположил вот например на этой картинке изображена мебель довольно часто бывает что дети с недоразвитием речи демонстрируют такие довольно типичные называния до некоторых слов которые служат для нас сигналом что можно попробовать поискать еще какие-то неблагополучия в речевом развитии ребенка вот в данном случае дети довольно часто говорят не мебель а небель небель ну точно так же как трамвай называют трамваем и типичные такого рода речевые ошибки для логопеда сигнал к тому чтобы посмотреть повнимательнее на лексическую систему на грамматический строй речи ну вот вы видите обобщающие понятия например музыкальные инструменты что еще помимо родовидовых отношений какие лексические связи изучает логопед ну например он может предлагать близкие по значению слова которые по сути являются ну относятся например к одной группе да может быть они являются синонимами но в каждом конкретном случае требуется употребление конкретного слова ну вот например здесь глагольный ряд мама суп что делает варит бабушка котлеты что делает ребенок должен ответить жарит пирожки здесь даже печка изображена хотя конечно несмотря на то что мы их засовываем теперь в духовку все равно мы их печем и наличие вот этих трех глаголов близких по значению в речи ребенка дает показатель того что лексическая система сформирована и количественно и качественно мы можем предлагать разные слова такого типа есть ну какой-то опыт накопленный до что дети частенько путают да и вот именно эти пары и тройки слов предлагаются стол табурет кружка чашка стакан например довольно часто путают ну например льва и тигра вот эти номинации можно предложить что тут у нас еще есть к сожалению не привела картинку из глагольной лексики еще шьет вяжет вырывает к примеру и совершенно точно должно быть именно это слово употреблено так слова сходные по значению мы изучаем отношения синонимичности возможно предлагать ребенку задание подбери слово похожее значит я называю слово а ты должен подобрать похоже как еще можно сказать вот такого рода задания подбор синонимов предлагается и относительно словаря существительных и относительно словаря признаков особенно относительно словаря признаков потому что там как раз вот большое разнообразие возможно ну с точки зрения прям легкости подбор этих слов да предлагательно что из отношений синониме антониме значение отношения часть и целое может ли ребенок назвать детали какого-нибудь предмета да предлагается тому допустим стул знает ли он название частей этого предмета или машина и мы называем естественно конечно есть определенные различия в словаре мальчиков и девочек например различия в словаре детей которые живут в городе и деревне различия обусловленные ну допустим социальным каким-то положением потому что в первую очередь мы будем накапливать то ярлычки слова обозначения для окружающих предметов мы будем накапливать те которые встречаются в жизни нашей поэтому от многих очень факторов зависит сформированность лексической системы этот набор который использует человек например вот такой достаточно стандартный тест логопедический да когда предлагается назвать ну детенышей животных его по-разному выполняют мальчики и девочки и если девочек в принципе тема скажем семьи да и игра в дочки матери интересует очень они готовят себя к этой роли с раннего возраста и им ну просто любопытно как называются детеныши разных животных то мальчикам это в принципе не очень любопытно и у них может быть богатая лексика другого плана а тут они могут показать не очень хорошие варианты но логопеды опытные поправку на это делают обязательно при этом спрашивают как детенышей название детенышей животных которые образуются там простым способом типа слон слоненок так и так называемые сублитивные формы которые образуются ну собственно с другой основой в принципе то есть свинья поросенок ну и конечно какие-то такие редкости особенно для городских детей типа овца баран и ягненок название вот этих членов звери звериной семьи да они конечно трудновато для мальчишек особенно вот и так синонимия антонимия принадлежность к определенной категории часть целая орудийность может логопед спросить что делают этим предметом для чего он нужен или напротив развернуть конструкцию с другой стороны чем выполняют это действие ребенок должен назвать предмет который является орудием выполнения этого действия вот такого рода различные отношения между словами которые показывает ребенок помогает нам понять степень зрелости упорядоченности всего того материала лексического который есть в его распоряжение ну несмотря на то что оценка лексического запаса да не всегда строится на каких-то стандартных параметрах и не всегда мы используем одинаковые пробы при том что логопед обладает некоторым опытом работы вот ровно с этим диагностическим материалом да он постепенно приобретает достаточно точные навыки оценки лексического запаса словаря ребенка а в совокупности словарь грамматика и произносительная сторона речи дает нам возможность понять нуждается ребенок в логопедической помощи или нет в тех случаях когда это нарушение недостаточная сформированность и произносительной стороны и лексики и грамматики мы говорим об общем недоразвитие речи если мы наблюдаем недоразвитие только произносительной стороны речи мы говорим о том что это фонетика фономатическое недоразвитие речи ну то есть страдает и произношение фономатическое восприятие или фонетическое недоразвитие речи фактически То есть страдает только произношение, фонематический слух не нарушен. Фактически в логопедии используются три вот этих, я в данном случае не говорю про заикание, этого аспекта мы не касались, но в принципе используются для обозначения недоразвития речи разного плана, разные формы, используются три вот такие, условно говоря, педагогические диагноза, сообразно которым построена и система психолого-педагогической помощи, логопедической помощи детям. То есть вся система логопедического воздействия в детском саду и в школе строится по этим трем основным линиям, фонетическое нарушение, фонетико-фонематическое нарушение или общее недоразвитие речи, когда страдают все вот эти три компонента речевой системы. И объем коррекционной помощи будет разный в этих трех случаях, естественно. Если мы обнаруживаем проблемы в словаре и грамматике, то логопедические занятия с ребенком, дошкольник ли это или школьник, должны строиться в течение года не менее, раньше этого времени просто никто не будет пересматривать даже педагогический диагноз. Динамику мы, конечно, будем отслеживать, это понятно, но в принципе никаких подвижек в сторону, скажем, изъятия ребенка из определенной адаптированной программы не будет. И объем помощи, продолжительность помощи – это не менее года, а возможно это два года в детском саду и еще четыре года в начальной школе, возможно ребенку потребуется помощь еще и дальше в среднем звене, в тяжелых случаях, это продолжительность. Что касается объема помощи, то это от двух до пяти часов в неделю, в зависимости от тяжести состояния, когда ребенок посещает групповые занятия или подгрупповые и индивидуальные обязательно. Спасибо вам за внимание. Если есть у вас вопросы, я готова на них ответить. Может быть, писали в чате, может быть, в комментариях, по-моему, не писали вопросы. Хорошо, что вы пишете, где вы живете. Где можно заказать скрининговую диагностику в первый класс? Что значит заказать, пригласить специалиста, который придет и сделает ее? Я думаю, что если вы работаете в образовательной организации, то это вопрос, да, пригласить специалиста. Это вопрос к директору образовательной организации. В принципе, возможно, сотрудничество между так называемыми ППМС-центрами, когда образовательная организация приглашает специалиста ППМС-центра, а в ППМС-центре есть психолого-педагогические, медицинские и социальные центры. В общем, они сложная такая аббревиатура. В Москве это ГППЦ, а в регионах ППМС-центр. И они есть обязательно в каждых регионах, в каждом городе они есть. Это государственные структуры. И вы приглашаете специалисты оттуда. И я думаю, что охотно специалисты придут на скрининговые диагностики, потому что это всегда большой охват помощью, что важно для ППМС-центров. И проведут такую диагностику. Но это должно быть как бы инициатива со стороны образовательной организации, которая заказывает такие скрининги. И, естественно, родители должны дать свое согласие, как и на все такого рода обследования, чтобы дети в нем участвовали. По ПМС большая загруженность, долго ждать. Есть ли другие варианты? Вот это вопрос, опять же, к оплате и взаимоотношениям образовательных организаций с теми специалистами, которых она заказывает, приглашает и так далее. Я думаю, что образовательные организации должны все-таки стремиться к тому, чтобы не возникало вот этой ситуации. Приходите, сделайте нам скрининг. Должна все же иметь своего логопеда, в обязанности которого входят скрининги в начале года, в конце года для выявления детей, там, группы риска детей с нарушениями. И этот же специалист оказывает помощь, потому что когда вы провели скрининг, дальше встает вопрос, а что мы будем делать в этой ситуации, как мы будем помогать ребенку. Всех отсылаю к новому положению о логопедической помощи, которая вышла новая 6 августа, в котором все-таки немножко расширили границы по количеству детей, которым может оказываться помощь, и в том числе не обязательно это должны быть дети, имеющие статус ОВЗ. То есть если в школе или в саду есть логопед, то решением ППК, психолого-педагогического консилиума, ребенок принимается в логопедическую работу. Прошу прощения за такую формулировку. Как скрининги проводят для уже вторых, третьих, четвертых классов детей? Вот, кстати говоря, те варианты, поскольку мы разбили обследование на части, то вы увидели, скажем, фрагмент обследования словаря внутри скрининга. А, естественно, можно предлагать какие-то вещи и на грамматические строй речи, не только на словарь, и на звуковой анализ, например, для скринингов, когда фронтально проводится обследование, ребенок получает лист с заданием и его выполняет сам, индивидуально. Но каждый ребенок сидит за партой и выполняет свое задание. Вот то, что дети вписывали слова, это как раз второй класс, это не первоклашки, потому что априори мы считаем, что читать и писать они не умеют. Поэтому такие вещи им не предлагаем. И для третьего и четвертого становятся уже актуальны исследования учебных достижений детей. То есть как они осваивают школьную программу. И там мы включаем не только какие-то задания на устно-речевые навыки, но и еще на навыки учебные. То есть насколько он владеет языковой теорией уже в третий-четвертый класс. Как он усвоил, что такое существительное, прилагательное. Как он это понимает. Видит ли он, что, допустим, два слова из трех в ряду являются существительными. В некоторых случаях это тяжело бывает опознать, бег это существительный или нет. То есть у нас есть такие способы оценки учебных навыков, которые позволяют нам понять и какова устная речь, и каковы теоретические знания в области языка, без которых мы научиться писать и читать без ошибок не сможем. Когда ждать вебинар по диагностике грамматического строя? Он был мой последний. Итак, смотрите, на эту тему, логопедическое обследование, на приеме у логопеда, три вебинара прошло. Сегодняшний третий. Первый был по произносительной стороне речи, и там было произношение, фономатическое восприятие и кое-какие другие составляющие. Второй был грамматический строй, и это третий словарный запас. Так что если вы не смотрели, но, допустим, регистрировались на него, вы можете посмотреть его в записи. Если же вы не регистрировались, то мы, в принципе, планируем выложить эти вебинары в открытый доступ. Они, естественно, бесплатные, и мы можем это сделать, просто нам нужно время, потому что, к сожалению, мы не успеваем так быстро наполнять контентом какие-то там части проекта, но планируем выложить в открытый доступ. Наверное, это будет YouTube, и можно было посмотреть. Потому что нам важно, чтобы и родители понимали, и специалисты понимали, что происходит там при диагностике трудностей в обучении на разных этапах. И устная речь, диагностика, письма и чтение. Спасибо большое. Видео, которые прошли, да, будет скоро. Мы обещаем, мы сами заинтересованы в том, чтобы давать ссылки на эти записи, потому что родители иногда имеют некую проблему и не понимают, что с ней делать. Вот мы для того, чтобы иметь возможность отсылать из центра, где мы проводим диагностику и консультирование, отсылать к каким-то материалам, мы обязательно эти записи выложим, не переживайте. Сертификат сегодня будет, он есть в файлах, вы можете его скачать. И также он доступен и после того, как вы зайдете по ссылке, которая пришла к вам в письме, вот, и тоже можете потом в течение времени скачать. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Да, в скором времени все записи будут там. Вот техслужба нам подсказывает, что все будет хорошо. Спасибо, я желаю вам отдохнуть в выходные. Вы, мне кажется, самоотверженные люди, пятницу вечером вы слушали вебинар по обследованию словарного запаса на приеме логопеда. Спасибо, всего доброго. Спасибо.